здрасте 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 мы на канале марс клуб да отсюда не уходили это татьяна она любит приехать в гости и побухать и с моей женой посплетничать но иногда ее задействую съемках роликов потому что супруга моя дама стеснительная а таня дамо общественно социально как-то это как вот правильно сказать о бизнес-вуманах как говорят ничего не виновата я он сам пришел абсолютно не публичная не публичная давайте откроем мало мы продолжаем станет дегустировать крепленные вина наш наше путешествие прикрепленном вина началось совершенно случайно я зайдя к ней в мебельный салон с бутылкой марсалы говорю а давайте выпьем я чем-нибудь поговорим она давайте выпьем и вот мы с ней выпили и потом мы сняли ролик что мод недавно топили какое-то еще вино креплен я уже забыл называется аси как а какой выпили с тобой модель модель а дамы модель с не снимали это был такой ролик да а сегодня мы попробуем малагу малага малага мы там приземлялись когда летели в гранаду гранаду знаешь я прочитал интересный факт про малагу что когда испанский посол екатерине второй налил малаги она попила попробовать так понравилось что она сняла все пошлины свин которые поступают из этого региона то есть вот типа ребята только торгуйте кстати сыпь гармоника скука скука гармонист пальцы льет валой волной пей со мною противная тут пей со мной кто автор да тоже любитель малаги кстати да надо выхожу один я и понеслось у нас по стихо видите как разговаривают невинные девицы открываем ну пробочка простая вернее колпачок бутылочка не дорогая где-то порядка полутора тысяч ну я просто увидел на полке малага думать что такое я никогда это не пил и даже не пробовал и даже название честно говоря не слышу я вообще мало пьющий ты меня все время погружаешь в мир вот этих всяких искусств но это же вкусный то это вкусный я искренне признательна потому что только ты мне вот открываешь за занавес хоть в чем-то я помню как я первой руки кстати оператор сегодня моя жена так что вы ничего плохого не подумайте наливаем да я помню как-то в комментариях там наверно роман да слушай но знаешь один из сортов винограда я прочитал опять же в интернете который используется педро хименос а этот сорт винограда который используется для херес очень самый знаменитый да то есть это по большому счету вину из разряда херес интересно какой интересный запах ты знаешь и дает гранат прям вот реально прямо гранат обалдеть балдеж это предотелочное состояние коровы на всякий случай хорошо буду год год быка же поэтому идиот год быка да 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 поэтому я разминаюсь ну давайте бухать нет 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 я хочу дата а потом пойдем не начал цвет посмотреть ты как дизайнер расскажи пожалуйста цвете удивительная штука это вот прям просто черный нет он также сверху коричневые темно-темно-коричневые вообще нету ни одного оттенка красного я вот и вот так смотрю и вот так и оператор только смотришь на просвет появляются вот эти искры рубиновые то есть и ты понимаешь что это напиток вот прям такой вот свиной составляющей мало ведь такой город в испании там какой-то андалузский район а запах запах вообще потрясающе он другой но ведь используя слово аромат ну что вы воспитаны ли мы же здесь я выдаю себя за сомелье мы должны рассуждать спасибо спасибо я с тобой прям растут моя . роста да вообще офигеть да очень очень тяжелый причем не знаю какой-то оттенок мне показался я прям чувствую я просто очень люблю гранатовый сок и я прям слышу не малиновое вино да 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 первый ролик в котором девушка 1 пьют я не пила я просто лизнула правда но я просто не удержалась мне очень хотелось за наше случайное знакомство правда очень хочется попробовать сладенько очень очень сладенько очень 15 градусов совсем не чувствуется это алкоголь вообще не чувствую просто ниша не хочу спошлить и обидите этот и такой воспитанный алкогольный напиток мне показался похожим на старорусский такой квас который больше продавали вот этой консистенции и сладостью ну это мои ассоциации но сладко абсолютно мне почему-то ждала вот эту гранатовую горечь и терпкость вот потому что на запах аромат на нос вот она прям кажется опробуешь так просто просто сладко когда предчувствие его не обманули в данном случае нас предчувствие обманули то есть ароматика больше да вот слово простого да вот это вот произнесенные тобой заметьте не это произнес сладко я бы тортик пропитывал сделаем это побольше удар сделаем не полнокровный глоток не бойся всего 15 градусов тени срубит это не шампанское со спиртом давай я готова мой прям дайте у меня ничего не изменилось у меня великолепно полный когда вот в полный глоток не вся полость рта покрылась сладкой же до сладкий согласен это десертный напиток понимаешь вот мы сейчас представьте что мы и хочется жалко нет наш оператор николай сказал бы дайте мне коньяку что еще скажу об этом напитке уделил ли он тебя ты знаешь пока нет нет ну что мы с тобой такой из того ну из такого подобного да там вот недавно сравнивали вкус марсалы и модель до меня была вечеринка которую мы не снимали мы и сравнивали на ну вот у меня там есть образы до что модера это вот прям вот мужчина в костюме марсала такое вечернее платье то есть вот ну какой то здесь у меня не возникает образа единственный образ это то что я прям предвкушал обожаю испанию и я прям ну давайте представим что это простая такая деревенская испанская слишком просто слишком прямо прямолинейно без изысков без фонтанирования дешево и я бы наверное больше это не куплю вот раз попробовать чтобы да что мало бы пробовал да конечно вот это я пил так и так сзади у нас гирлянда вы представили вы наверно уже догадались что это канун нового года тут же может ролик смотрите через год через два сейчас идет год 2020 вот да тяжел это был тяжелый сейчас пою да вот у тебя свой бизнес да да меня всегда удивляет бизнес-вумен мне не нравится творить бизнес-вумен просто ну ну женщина в бизнесе да ты ведешь свое дело у тебя хорошее крупное делание сети мебельных магазинов там по всему городу то не молодец мы с ней ты познакомились вообще когда она была каким-то дизайнером кого-то сидела помнишь там да а сейчас она владелец заводов пароходов но пароходов тебе еще нет не хорошо да будут надеюсь будут скажи как вот женщине в бизнесе вот выжить это же просто вот мне интересно мне лично интересно ты знаешь я как-то выжить женщине как вообще женщине выжить как женщине быть счастливой сбалансированной гармоничной независимо от того где она находится там в семье где там орощи дети да там или не знаю там как вообще это как как бизнесе как в жизни ты находишь какие-то вещи которые тебя вдохновляют которые дают тебе энергии как от которых ты просто кайфуешь да там и на фокусируешься а то что тебя тратит там где ты ничего не получаешь ты от этого избавляешься или или просто игнорируешь и мне кажется там где бы ты ни находился в бизнесе ну хорошо женщине в бизнесе кругом щит кругом мужчины маленькая конкуренция конкурентные преимущества в общем как бы не знаю я не застрял потому что в принципе у меня немного знакомых и подруг в бизнесе это в большей степени мужчина а вот подруг близких мне по духу абсолютно там никакого образа не имеющих бизнесу мы 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 просто женщины мы просто любим ищем гармонию и радуемся жизни все разве может быть гармония в бизнесе мне кажется это это пила какая-то то взлет то падение топ хреново то хорошо то вот знаешь да вначале это так в начале это гонка в начале это вот прям вот такая какая-то бесконечная прямая и ты не видишь финиши только ты всегда на старте а потом ты понимаешь что жизнь проходит нельзя все время бежать нельзя все время вот это куда-то рваться что нужно остановиться просто получать удовольствие вот тогда мне кажется это ну касается не только жизни в бизнесе когда-то взрослый человек когда ты зреешь когда ты что-то осознаешь что понимаешь что блин а когда жить поэтому в бизнесе тоже можно быть гармоничным когда вокруг тебя команда которую ты любишь мне понравилось одно очень крутое высказывание моего хорошего знакомого он сказал партнериться нужно с тем кого хочешь обнять меня вот прям да вот и я а у меня это наверное было на подсознании и у меня в окружении люди у меня работают в моей команде работают я с ними общаюсь это люди которых я люблю хочу обнять это дает конечно тот гармоничный тыл тот гармоничный фундамент для того чтобы чувствовать себя счастливой вот мне твой монолог напомнил ну это может быть шутка в уставе американской армии для женщин если вас поймали враги насилуют и насилуют постарайтесь расслабиться и получать удовольствие да ну на самом деле а что на войне как на войне расслабляйся и получать в бизнесе как в бизнесе просто получать удовольствие ну на самом деле спасибо такой вопрос я даже это даже если к этому слушай я под твой монолог да я немножко это будем наверное заканчивать дорогие друзья если вам нравится понравился этот ролик другие с Татьяной ну напишите и у меня будет лишний повод сказать Таня а ты знаешь у меня звезда эфира на канале морсклуб 97% зрителей это мужчины да если вам понравилось мы обязательно с ней продолжим я скажу Татьяна Васильевна смотрите-ка вас просят на сцену на бис ладно пить спасибо да спасибо спасибо тебе спасибо огромное ну это вот пить много это вредно пить мало ну бессмысленно постарайтесь найти свою норму свою серединку и еще как всегда я говорю в конце ролика пейте меньше пейте ответственно берегите себя и нервы своих ближних именно они страдают от нашего чрезмерного употребления твой любимый не страдает от твоего чрезмерного употребления от моего я везде ищу баланс все спасибо подпишитесь лайки поставьте там ну и быть дабы и с новым годом вас простоват вот мне прям жижка прям да вот прям простовато простовато так я смотрел так и думаю сейчас мне прям казалось бутылка такая иногда в такой простоте форм каких-то вот таких ну тут вот есть такая фишечка она вот прям мне казалось сейчас вот она прям бабам так раскроет не столько денег оно должно стоить не столько не буду никому советовать больше ну понравилось во всяком случае теперь ты я теперь знаю надо прям вот надо узнать все еще будет я найду какое-нибудь вино тебя чем-нибудь еще удивлю да ты умничка ты меня удивляйся ой все давай подключай подключай пошли разговоры другие как ты знаешь помнишь этот фильм «Неловимые мстители» там это делал постоянно вот так очкарик там был «Неловимые мстители» не помню да? не помню старый наоборот я вообще не видела этого фильма да это как «Наоборот» «То все и можно...» «Какая мстermeicus херачкает теки» теки «П Atomber- Spl términ» «Алтаринб撼» материнб撼